Торпеда Москва 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 события для нашего клуба. Например, первый матч в истории Советского Союза в Кубке Чемпионов. Именно здесь мы играли с Интером. Здесь же мы взяли первый в истории Кубок России в 1993 году. Здесь были финалы Кубков Советского Союза и много других интересных и запоминающихся матчей, после которого вы и стали болеть за торпеда. Ну что, начинаем праздновать? Поехали! Сегодня мы будем играть в особенной футболке. Ее создали специально к матчу в столетии. Давайте сейчас сделаем такой небольшой обзор. Здесь у нас на груди расположилась шестеренка. И вообще, в принципе, по всей футболке расположились самые значимые эмблемы в истории клуба, которые когда-либо были за эти 100 лет на футболках и просто как официальные эмблемы клуба. На рукаве шеврон, 100 лет торпеда, дата основания и также слоган болельщиков с фанатского движения Запад 5. Один как все и все как один. А на воротнике труд, творчество, традиции – это то, что отражает позиционирование клуба. Золотой цвет, символизирующий 100 лет, золотую дату. Пишите в комментариях, как вам футболка? Хотели бы вы ее приобрести и приобрели ли вы уже ее? На матче 3 часа посмотрите, сколько людей здесь на центральной аллее в Лужниках. Почему? Потому что здесь проходит супер-мега-классный матч Дэй, который организовал клуб. Значит, что он себя включает? Быстро расскажу. Большой квест по десятилетиям клуба. Каждое десятилетие – это определенная зона, куда нужно подойти, выполнить задания, получить наклейку. И собрав все наклейки, то есть обязательно нужно пройти все десятилетия, можно будет получить подарки памятные от клуба. Уже посмотрите, какая очередь. Уже много людей достаточно прошли все задания. Скоро совсем на этой сцене, где сейчас играет диджей, будет концерт группы КВТ с лидером Вячеславом Шеринкиным, который болеет за торпеду очень много лет. Ну и еще много-много всего – эмоций, радости, улыбки и счастья от того, что торпеда 100 лет. Итак, что у нас, кстати, в квесте предложено, какие площадки, локации? Это игра в кикер, это дэнс-площадка, это викторина, естественно, на знание истории клуба. Это выставка кубков, трофеев, которые были завоеваны торпедом. В теннисе наш титульный спонсор также здесь расположился со своими локациями. У них современные же, скажем так, десятилетия. Расположились медиаблогеры, в киберфутбол можно поиграть. В общем, очень много всего интересного. И здорово, если вы здесь прямо сейчас это все пробуете на себе. Получайте, пожалуйста, билеты на регистрирование. Ну и расскажи, ты все прошел локацию здесь, в зоне квеста? Тут прогулялись, да, посмотрели, но не участвуем. А почему? Ну не знаю, решили погулять, посмотреть просто. А будем участвовать? Вот мы, да, так планируем, может где-нибудь поучаствуем в умственном, правда, ну не знаю. Не, надо все, надо все пройти, чтобы получить памятный баланс. Ну, сейчас тогда попробуем. Еще хотим на выставку футболок попасть, но когда откроется, тогда пойдем туда обязательно. Когда ты начал болеть за торпедой? Почему? За торпедой я начал болеть в 15 лет, если не ошибаюсь, ну 2006 год где-то примерно. Живу недалеко, потому что 15 минут ходьбы буквально до стадиона. Ну и торпеда, она все-таки такое, сердцу ближе, чем остальные российские футбольные клубы. Оно родное. Ребята, привет, что пишем? Поздравления? Чтобы она все время была такой же идеальной. Кто? Торпеда. Чтобы она была идеальной. А ты что пишешь? Какое пожелание? Чтобы у торпеды была гитара. А почему? Зачем? Чтобы они стали музыкантами. Вот такие вот пожелания от детей. Вообще очень много здесь пожеланий, можно посмотреть. Победы, победы, победы. Только вперед. Итак, как мы и говорили, за то, что вы прошли все локации, вам вручают подарки. Так, это наклейки для телефона, я так понимаю. Вы, получается, прошли все локации. Расскажите, что больше всего понравилось из этих десятилетий? Ну, для ребенка очень интересно и познавательно. Разные викторины. Возможно было нарисовать рисунок, поиграть в конструктор, шахматы, шашки вернее. А при тронутся к кубкам? Это для меня больше, да. Для некоторых, там, типа, некоторые там надо что-то сделать, а некоторые, типа, можно просто получить наклейку и все, типа. Ну, чем-то ты рассказываешь. В ближайшие 10 лет, что вы хотите, что вы видите, как, чтобы развивалась торпеда? Да, я думаю, нужно идти вперед просто. И вот, когда откроется свой стадион, я думаю, родные стены будут помогать. И даст бог, когда-нибудь выиграем премьер-лигу обязательно даже. И кубок России. И не только, а там, может, и в Европе еще погремим обязательно. Мне кажется, это вообще впервые за многие десятилетия, когда мы можем увидеть вот так близко кубки, которые выигрывала торпеда. Это первый в истории турнира Кубок России, Кубок чемпионов Советского Союза и справа Кубок СССР, который мы выигрывали 6 раз. Расскажи, как ты начал болеть за торпеду? Вот так, на камеру сейчас. Меня папа привел на стадион и начал болеть. Ну, я маленький был, естественно, и там как-то. Расскажи, как ты меня на стадион привел. Обыкновенно взял, пошли на футбол, пойдем. Он же потом ходил на тренировку, его тренировал, это, Зарапин, это второе, это, как, Зарапин и Храбростин. Ого-го, и Храбростин. А потом далеко ездить, он перестал. И переключился на свою музыку. Тут, знаете, болельщики, дети писали пожелания, говорят, мы хотим, чтобы у торпеда была своя гитара. Вот так вот выставляется. Это же прекрасно. Что нас сегодня ждет? Сколько часов? Как всегда, гимн торпеды и наши программы. Мы с удовольствием сыграем. Я надеюсь, что люди подтянутся. Тем более, что здесь еще много активностей разных. И люди услышат музыку, подбегут. А здесь им уже и торпеда, все активности, там, не знаю, можно в PlayStation поиграть, что угодно поделать, призы и подарки получить. Я думаю, что мы таким образом, во-первых, настроим положительно к нашему клубу людей, которые к футболу не имеют никакого отношения. Случайно, как бы. Да. Во-вторых, узнают о том, что такой футбольный клуб существует, потому что многие такие говорят, торпеда, что это за клуб такой. То есть клуб с богатой историей, а люди про него фактически ничего и не знают. Ну, молодые имеются в виду. Поэтому я уверен, что это положительно, все здорово. 100 лет торпеды, это очень классно. И надеюсь, что и дальше доживем. Хотя бы до 150, я планирую. Спасибо вам большое, поздравляем. Наверное, лет 7-8 отец взял на футбол. Проиграли, плакал. Ну, на следующий матч поехали, отец сказал, выиграем. И выиграли. Все на Восточке были? Да. Не, на Восточке, на Восточке. Это был 78-й где-то год. Старшая дочка. Я вас по фотографиям помню. Да? Восточке еще и так это. Вы приучили, во сколько лет вы начали ходить на торпеды? А во сколько? Лет 15, да? Ну да. Тоже на Восточке. Поздно как будто. Я и даже помню ее первый матч. Какой? Торпеда Уфа. 0-0. А вы помните это? Да, помню. Мы сидели тогда на Восточной трибуне, на автозаводской, стадион имени Стрельцова, да. Мне запомнилось то, что много фанатов, жгли фаера, и это было все очень ярко, красочно и незабываемо. А вот сейчас, что для вас торпеда, почему вот вы с этим клубом? Как говорится, одна жизнь, одна команда, и мы преданы нашему клубу, и по жизни, как говорит папа, ребенок, да, наш. Вот, и мы всегда с торпедой вместе. И на выезда ездим, и на домашние матчи ходим. Для меня торпеда это такая, немножко отдушина, от Русина оторваться и показать свой, как это, настоящий фанатский дух. Пришел в 22-м году на стадион, у меня в университете раздавали билеты бесплатно, и как-то вот я ходил сначала так-так, а потом подумал, а почему бы не заплатить за это дело. По трибунным помещениям галереи «Трибуны Ц» Пока здесь никого нет, только через полчаса будет производиться запуск болельщиков, поэтому мы пока быстро покажем вам коллекцию, инсталляцию форм торпеда и фанатских шарфов. Юбилейный шарф посвящен столетию торпеда. Один, второй, остальные фанатские шарфы. Этот шарф посвящен 45-летию фанатского движения «Запад-5». И вообще здесь можно, мне кажется, надолго задержаться, потому что пересматривать все шарфы, все футболки, которые представлены, кстати, из личной коллекции Кирилла Дианова, это болельщик торпеда. На стадионе еще на Восточке проходила выставка с комментариями, с экскурсией Кирилла Дианова, он рассказывал про каждую футболку, как он ее получил, что связано с этой футболкой. Поэтому вы здесь, проходя на трибуну, зарядитесь духом торпедовским, а потом, через какое-то время, сможете посетить экскурсии, где уже подробнее, конкретнее узнаете про каждую из этих футболок. Спасибо. 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 До самой круглой даты, еще 900 лет существования, желательно в элите российского футбола. Чтобы болельщики продолжали так же яро болеть за нашу команду, и чтобы их последующие поколения так же продолжали болеть за торпеду только уже в премьер-лиге. Удачи, достигать поставленных целей. Чтобы вы достигали поставленных целей? Ну, как клуб, мы клуб, значит, мы тоже должны достигать поставленных целей. Ну, и всего только самого хорошего, стадион свой, наконец-таки, и какую-то базу, чтобы, так сказать, было где обитать. Мы пожелаем клубу процветания, чтобы выйти в премьер-лигу. И никогда сюда не возвращаться. Нашим замечательным ветеранам, их семьям мы пожелаем счастья, здоровья. Терпения. Мы им говорим, что мы их всегда помним и не забываем. И стараемся играть для них, ради них, за торпеду. Стадион огроменный, вообще классно. Давай, микрофон. Стадион очень клевый. Здесь, получается, впервые, да? Да, впервые матчи здесь. Потому что в прошлый раз мы вообще в Химках играли с вами, ну и, собственно... Когда я играл, у нас стадионы поменьше были. Не, ну, стрельцов, конечно, ничего не заметит лучше стадиона. Расскажи, как дела? Что вообще вот для тех болельщиков, которые, например, не следят сейчас за твоей жизнью, что у тебя происходит? Старпеда много пишет, за мной следят. Пишут приятные слова, не забывают. И сейчас по этому матчу тоже писали. Приятно будет увидеть. А вообще в жизни что у тебя происходит? В жизни семья, дом, дети, особые тренировки, особо ничего такого не происходит. Естественного. А что ты пожелаешь торпеда? Ты здесь был достаточное время, очень сильно полюбился болельщикам. Торпеда, конечно, пожелаю, чтобы они вышли в Первую премьер-лигу. Хочется их там наблюдать с такими болельщиками, с таким стадионом. Еще раз хочу вас поздравить. Спасибо. С такой замечательной датой. Это все-таки день века. День века. Да, тем более у нас такая история. Вот видите, у вас даже значок, он был, Телнович. Вы, наверное, спите с ним, в этом перезаке звуковой-то. Это верно. И мне очень приятно то, что один из наших ветеранов, это ты. Вот это так их мало осталось. Мы еще живы. Слава Богу. Я тут Александр Капитонович сейчас поздравил нашего самого взрослого болельщика. Конечно, спасибо вам большое. Борис Васильевич. Борис Васильевич сегодня будет символический удар наносить, да? Да. Это, наверное, впервые в вашей жизни. Когда вам предложили, когда сказали, что вы будете делать этот символический удар, что почувствовали? Я, прежде всего, полночи не спал, потому что так волновался. Во-первых, столько много для себя вопросов. Если бы мне это было не первый раз, то я бы знал, как себя вести. А здесь даже абсолютно как одеваться, как вести, как идти, понимаете? Это целая вообще история. Это действительно, так сказать, должен быть какой-то артист. У меня, я сделал большую картину. И вы знаете, самое интересное, я там сделал основу, это старая наша марка торпедовская. И ЗИЛ, вход в ЗИЛ, старинный-старинный. То есть это вот, понимаете, оттуда начиналась команда. Спасибо вам большое за то, что вы с торпедой. Поздравляем вас с этим праздником. Спасибо, спасибо. В общем, сегодня очень знаменательное событие у Саши Иванькова, у нашего защитника. Он делает предложение своей любимой девушке. Мы хотели, конечно, подойти к Саше и у него поспрашивать, но он, видимо, очень сильно волнуется, приживает готовиться, поэтому он не вышел на поле. Поэтому мы будем уже смотреть все вот это действо праздничное в конце матча. Теперь очень важная информация. Спортивная составляющая. У нас тут все про столетия, конечно же. Но есть важная спортивная составляющая. Вы знаете, что у нас новый водный партнер. Мы скоро о нем объявим, но уже, естественно, пользуемся их продукцией. Черноголовка. Вот в таких маленьких бутылочках. До партнерства с Черноголовкой мы сотрудничали с другим водным партнером, и там были бутылочки по 0,33. Чем хорош такой маленький объем бутылочки? Тем, что футболист пьет ее, это как стакан, он пьет одним залпом, и это предотвращает пути передачи инфекции, когда футболист, например, пьет дважды из одной бутылки, либо разные футболисты, потому что во время матча многие футболисты могут пить даже из одной бутылки. Здесь он выпивает одним глотком практически, и все, и он здоров. Тебе стоит, но надо вести себя в бутылке и университет, и наслаждает. Тебе стоит, но надо вести себя в бутылке и университет. Тебе стоит, но надо вести себя в бутылке и университет. Вот такое масштабное шоу сейчас увидели Лужники, все, кто на трибунах. Не знаю, у меня, честно, мурашки, мне даже, не знаю, прям очень сильно это растрогало от того, что действительно нашему любимому клубу 100 лет. Сейчас осталось только команде провести этот матч удачно, порадовать всех нас. Ну давай, команда, мы болеем за тебя. Торпеда, мастер! Все, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый, поздравляй! Червен! 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 ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Игорь, нам будет очень тебя не хватать. Безумно. Но мы очень верим в то, что ты все-таки будешь с торпедо, вернешься в любой ипостасе, в любой роли. Потому что ты настоящий истинный торпедовец. Спасибо, Кристина. И дети твои тоже будут торпедовцами, да? Ура! Сегодня точно торпедовцы. Сегодня торпедовцы. Спасибо. Продолжение следует.